Суррогатные деньги, выпускавшиеся в ряде предприятий Республики Карелия, денежные средства, выпускавшиеся в 1990-х годах в ряде промышленных предприятий Республики Карелия, деньги выпускались в связи с отсутствием на предприятиях средств для выплаты заработной платы. Деньги выпускались в городе Петрозаводске на Онежском тракторном заводе, Онежском тракторном заводе 2, судостроительном заводе «Авангард», в городе Костомукшина, Карельском Акатыши и в поселке Шуя в агрофирме имени Зайцева. Денежной единицей на всех предприятиях являлся рубль, равнявшийся 100 копейкам рубль ОТЗ. Рубль ОТЗ выпускался в городе Петрозаводске на Онежском тракторном заводе с 1992 по 1998 годы. В народе деньги получили название «Волнушки» по фамилии директора ОТЗ Николая Михайловича Волнухина, при котором начался их выпуск. Обеспечением «Волнушек» занимался специально созданный для этих целей коммерческий центр. Деньги принимал магазин, располагавшийся в Петрозаводске на углу улиц Казарминской и Калинина. Действовали данные суррогата до 15 марта 1999 года. Первый выпуск «Первые банкноты» на ОТЗ выпущены летом 1992 года. 1 рубль, 3 рубля, 5 рублей, 10 рублей. Второй выпуск «В 1996 году» ОТЗ выпустил новые банкноты в связи с большой инфляцией и обесцениванием старых банкнот. 1,000 рубли, 3,000 рубли и 5,000 рубли. Третий выпуск «В 1997 году» ОТЗ выпустил банкноты образца 1996 года, которые отличались от прежних яркостью. 1,000 рубли, 3,000 рубли и 5,000 рубли. Четвертый выпуск «В начале 1998 года» Аналогичной динаминации российского рубля была проведена динаминация рубля ОТЗ. Новые рубли были введены в обращение в феврале 1998 года. 1 рубль, 3 рубля, 5 рублей, 10 рублей. Пятый выпуск «В мае 1998 года» выпущен один вид модифицированных банкнот образца февраля 1998 года. 10 рублей, 4 и 5 выпуски находились в обращении до 15 марта 1999 года, после чего изымались заводом «Рублё ТЗ-2». Рублё ТЗ-2 выпускался в городе Петрозаводске на второй площадке ОТЗ с 1996 по 1998 годы. Первый выпуск «В июне 1996 года» ОТЗ-2 выпустил банкноты 1,000 рубли, 3,000 рубли и 5,000 рубли. Второй выпуск «В июле 1996 года» Первый выпуск был дополнен новыми номиналами и новыми видами банкнот. 100 рублей, 500 рублей, 1,000 рубли, 3,000 рубли и 5,000 рубли. Третий выпуск «В начале 1998 года» аналогичной динаминации российского рубля была проведена динаминация рубля ОТЗ-2. Новые рубли были введены в обращение в марте 1998 года. 10 копеек, 50 копеек, 1 рубль, 3 рубля, 5 рублей. Динаминированные рубли имели хождение на ОТЗ-2 до конца 2001 года. Рубль завода «Авангард» Рубль завода «Авангард» выпускался в городе Петрозаводске на судостроительном заводе «Авангард» с 1996 по 1998 годы. Первый выпуск «Первые банкноты» завод «Авангард» выпустил в 1996 году 500 рублей, 1,000 рубли и 5,000 рубли. Второй выпуск «В начале 1998 года» аналогичной динаминации российского рубля была проведена динаминация рубля завода «Авангард». Новые рубли были введены в обращение в январе 1998 года. 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей. Третий выпуск «В мае 1998 года» завод «Авангард» выпустил банкноты еще одного номинала 50 рублей. Второй и третий выпуск «Банкноты» находились в обращении до конца 1990-х годов. Рубль «Карельского окатыша» Рубль «Карельского окатыша» выпускался в городе Костомокшино горно-обогатительном комбинате «Карельский окатыш». В 1996 году 1,000 рубли, 3,000 рубли и 5,000 рубли. Рубль «Карельского окатыша» находился в обращении до 1998 года. Рубль «Агрофирма» имени Зайцева Рубль «Агрофирма» имени Зайцева выпускался в поселке Шуя Прионежского района в агрофирме имени Зайцева в первой половине 1990-х годов. Суррогатные деньги 1920-х годов. Использование суррогатных денег на территории Карелии имело место и ранее, в 1920-х, 1930-х годах. Так на лесозаводах номер 2 и других предприятиях 300 «Жилрыба» в качестве заработной платы выдавались талоны «Жилрыбы», которые затем использовались для покупки товаров, как в магазинах 300, так и в других торговых точках населенных пунктов Карельской АССР. Кроме того, в качестве суррогатных денег на территории Карельской АССР использовали свои боны транспортные предприятия Карельской АССР, транспортно-потребительское общество Мурманской железной дороги, управление Беломора Балтийского водного пути, а также некоторые другие лесозаводы Карелии. Продолжение следует...